Привет друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В том, что Наталья Гаврилица и состав ее правительства будут утверждены парламентом, сомнений быть не могло. Напомним, что пропрезидентская партия «Действия и солидарность» по итогам парламентских выборов 11 июля получила 63 мандата из 101. И возможность самостоятельно формировать правительство. У президента Майи Санду теперь есть свое правительство, причем свое по многим параметрам. Во-первых, премьер Наталья Гаврилица уже работала с Санду в период, когда та возглавляла Министерство образования. Так же, как и Санду окончила Гарвардскую школу управления имени Джона Кеннеди, имеет опыт работы в различных финансовых структурах и репутацию технократа. Во-вторых, в состав правительства перешли 4 человека из президентского окружения. Например, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну стал вице-премьером и министром инфраструктуры и регионального развития. Еще один советник Санду Владислав Кульминский получил ответственный пост вице-премьера паре интеграции, а советница по вопросам национальной обороны и безопасности Анна Ревенко возглавила Министерство внутренних дел. Наконец, отличительной чертой нового правительства является высокий процент руководителей и экспертов различных неправительственных организаций. Завышенные ожидания общества – главная проблема, с которой столкнется Майя Санду. Люди ждут наказания коррупционеров, и если в ближайшее время не произойдут определенные подвижки, в этом направлении наступит вполне ожидаемое разочарование. Правда, ключевые персоны, чьи имена связывают с коррупционными скандалами, такие как бывший глава демократической партии Молдовы Влад Плохотнюк, лидер партии Шор Илон Шор и бизнесмен Вячеслав Платон, находятся вне досягаемости молдавского правосудия. Но правоохранителями уже задержан экс-министр обороны Александру Пынзарь и ряд нынешних и бывших чиновников молдавской полиции. Возможно, это дело станет первым тестом для новой власти. Среди внутренних приоритетов – реформа юстиции и ужесточение борьбы с коррупцией. Среди внешних – интеграция в ЕС, стратегическое партнерство с Румынией и Украиной, а также конструктивный и прагматичный диалог с Россией с целью развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других областях, представляющих взаимный интерес. Недавний визит в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который по совместительству является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, показывает, что Москва пока может воздержаться от жесткой линии. «Россия готова помочь Молдове, но на взаимовыгодной основе. Не в ущерб национальным интересам», – заявил Козак по итогам встречи национальной интересы России. Понятие, которое, как известно, может толковаться весьма широко. Не всем в Кишиневе понравилось и то, что заместителя главы администрации принимали на весьма высоком уровне. Кроме самой Майи Санду во встрече участвовал еще министр иностранных дел и вице-премьер по реинтеграции. Впрочем, в ближайшее время ожидается визит в Молдову и главы украинского правительства. Денис Шмыгаль намерен прибыть в Кишинев на празднование 30-летия независимости. Хороший знак для хороших людей. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.